холушки амиго снова вы снова я и снова понедельник день который ненавидят даже те кому нахрен никуда не надо но потому что вокруг все напряженные вокруг все злые и завидуют этому человеку итак и сегодня мы будем смотреть очередной очередной стал сталактита и задницы динозавра игра который называется freedom fighters игра люсифицирована но люсифицирована на каким-то рафшаном вы просто прочитайте этот текст британия не в ход но эрис федефе дефиняется к феминистическому что такое феминистический из смуф а это вот такая несмотря на эротест но эротест это 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 эротический протест как сейчас некоторые же бабские группировки знаете прибегают и в толпе людей раздеваются и с голыми сиськами начинают митинговать достают плаката их что-то там оттаскивает полиция куда-то там закрывают на пару суток а потом они снова прибегают на свой эротест так вот не надо разгонять эти демонстрации дайте их кому-нибудь выебать после этого поверьте никаких эротестов не отпусирает не от каких-то других ничего не будет собственно о чем это я да а у нас подводные лодки плавают над над а ржавыми кораблями а чё за подводная лодка такая вся заплатках и зато с лобовыми окнами смотреть и иллюминаторами как-то мой школьный друг спросил его неужели трудно сделать окно на подводной лодке ну иллюминаторы супер толстого бронированного хер знает что за стекла а сказал можно но мне интересно куда ты будешь него смотреть не помню что ответил этот вундеркинт и так советская подводка то подлодка то смысле подлодка то советская не советская подлодка то и она приплыла берегам самой свободной страны на свете но почему-то за статуи за спиной статуи свободы стоят наши кирпичные двенадцатиэтажки как я вижу видимо мы америку уже давно завоевали в этой игре и снесли их шикарные небоскребы и построили свое свое родное кирпичное ну что ж сюжет мне нравится что советский союз захват а ну да 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 наверно захватил ну что что он что надо нажать чтобы блин игра началась а вот меньше губ меньше грыб в меньше грыб есть один игрок поэции вбитие из игр бы и автор бы автор бы 6 а автор 6 до или автор бы так мне нужны ой ци в ой цех есть к павиатура звук звук видимо по узбексике совпадает блин с русским гра лика и авто за эйс авто афа в чина ну авто за из чина поэтому перенять этот отмену гра лика гра лики сущий не настраивается не разрешение не картинка не шмартинка ничего коррекция гамб и угодные электс электс детапе цепи понятно к черту а где-нибудь можно разрешение в мбью что в мбью чувствительность мбюки я-то думал что у меня мышка компьютера у меня мбюк компьютерный так но чувствительность мбюки надо убавить принять боже я не знаю давно я давно таких переводов не видел итак один игрок новая загрузить куда куда пить надо утопить написать или эрофиль и ролик удалить ролик это одно это один меня это один один пункт удалить и ролик надо позвонить в какую-нибудь частную хирургию спросить сколько не стоит удалить ролик может они знают а а профиль нет даже если я перестану переставлять эти буквы начну слово профиль тут не получится видимо имели его и так новое берите уровень сложности здесь в принципе все правильно написано просто сам шрифт такая демонстратор эрогулка в краке в арке в ираке наверно эов станции бы нанесите удар повстанец наверное здесь борец за свободу и у пуп и у лапу чип 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 лап елку если уже ладно я возьму его в станец на ней нанесу удар потому что да если я продолжу читать эту херню у меня просто не за имя гаяи дом и жильтая Ну, видимо, поляк. А, и можно поменять. Так. Писать можно только на английском. Я думаю, что я буду играть мексиканцам. Э, Санда... Ну, это З у них такая. Главное. Старт игр. Автоза... Игра только... А, вот. Ага, айс. Не знаю, что он... Насчет субтитров. Субтитры все те же. Обскать дорогу он хочет. Зря мы здесь, хападоны. Черт, я ебл за хото... Э, немножко похоже... Нет, я не буду говорить, на какой язык это похоже. Братьюка! Точно, это едут... Ой, смотрите, это Томас Анджелес из мафии в Сити Лост Хэвен. Вон он. Я его узнал. А этот чувак из Стритфайтера, жирный русский. Да, я думаю, что я на самом деле зря угорал над этим языком. Это не ломаный русский, это какой-нибудь болгарский, нахрен. Часть города экзрекастная. Внимание, краснбе. Внимание... Я даже не возьмусь читать это... Жнуш Америку. Уфтуржение в Жнуш... Братьюка. Братьюка. Я не буду это читать, потому что, я не знаю, мне кажется, что... Просто я вывихну челюсть или еще что-нибудь такое. Не дано мне быть знатоком польских языков, всяких чешских. А, это чешский, наверное, точно. Надо узнать, в каком языке братьюка говорят. Водозроводчики. Его зовут. Опа, и тут влетел советский спецназ. Стоять на месте, гражданин аэроздроводчик. Китайский Элвис. Китайский Элвис пришел. Ну, они понимают, что русские здоровые и сильные. Смотрите, а американец просто Марио в его руках. Я только примерно догадываюсь, о чем они говорят, что у них одна телка на двоих. Еврейка Изабелла. Если они пришли в такую квартиру, где никого нету, почему там покер уже раскиданный на ноутбуке стоял? Итак, мы играем в водопроводчик. Нихуя, хуя. Мы играем водопроводчиком, которого обстреливают Ми-24. Странно, это вроде будущее, а у нас до сих пор Ми-24. Даже они понимают, что... Хе-хе. Ладно. Я сантехник. Мне нелегко. Фотка на холодильнике. Как это мило. Я сантехник. Это типа, если задумаешь пожрать на ночь в очередной раз, посмотри в глаза своей... своей... своей телке. А здесь, смотри, уважают Хитмана. Хонконга. Что-то там, но я не припоминаю такой части Хитмана, в которой бы Агент-47 обжимался с Томом Райдером. А это, мне кажется, Том Брайдер. Лара Крофт, мне кажется, вот это справа. Страшненькая. Я сантехник. Мне нелегко. Собственно, где тут унитаз-то? Ой. Ой. Да где-то здесь голая тетя, походу, есть. Бывает и так, что начальник дурак и срёт, и не в унитаз, а на стурчак. Тук-тук. Что происходит? Что это? Эй. Да понеслась вода в хату. Рестарт. Ну вот, сразу пришлось сделать рестарт. Покации. Чёртовой матери, надо бежать отсюда. Я думаю, что вот эта дверь и была. Входная. Ой. Здесь кого-то дрючат. Со словами бей гада. Нет, это всё-таки русский. А я думаю, что надо, надо не вызывать, не вызывать подозрений, а то меня начнут херачить по почкам, так же, как этого жада. Смерть, крыса! Что? Ты не должен быть здесь. Ты в изоляции нового кодового кодка. Как-то он меня раскусил. А это потому, что советские разведчики самые крутые разведчики. Ну что ж. Видимо, я пропустил, пропустил удар в челюсть, и у меня погас свет в глазах. Снова, а, снова рестарт локации Я думаю, что на этот раз я ему дам по Хариперу А, после потрясающе жестокого поединка То есть тебя пиздёхали по почкам А у тебя всё это время был пистолет? Чувак, ты либо тупой, либо ебанутый И что-то я не очень хочу в свете этих двух фактов за тобой куда-то бежать И стрелять как бы ты тоже умеешь, да? Хорошо, теперь и я умею стрелять из своего Из своего, прости господи, это пистолет вообще Всем назад, я вооружённый сантехник Да, пистолет, с пистолет получили, а вот стрелять мне не дали Он очень кого состреляет, это просто худший стрелок Во всех играх, по-моему Отвратительно Вот что бывает, если очень долго прочищаешь унитазы вантусом Ты можешь не останавливаться посреди дороги Это урок о том, что изрываются бочки Но я такой косой, что не могу попасть в бочку Я даже в дом напротив, блядь, попасть не могу Из этих рук Пистолет не... И вообще эта графика, знаете, как у GTA Игра 2001 года или что-то типа того Я уверен, что сейчас я угоню машину и мы уедем, да? А какую кнопку с... А какую кнопку с... Извините этот медицинский пистолет, зато измельчатся Извините этот пистолет, ты не можешь позволить, чтобы твои твёрдые выстрелят тебя Хорошо, хорошо, ты готовишься к борьбе Хорошо Это не так, что мы, кто-то там что за фильм за лонг спич джейсон флоссер главный роли не знаю таких актеров на нас что годзилла нападает а это русские вторглись вот так вот смотри америка здесь джен псаки кто-нибудь покажет эту игру я причем даже солдат не вижу мы мы невидимками напали а он наш вертолет опять попробуем сбить хоть и наших но надо пытаться я даже даже не попал в стекло даже вообще ран из цепно нажми чтобы дать ему аптечку будь здоров братан пошли отсюда аптечку блин хуечку но видимо пока ему не дам аптечку мы никуда не пойдем да чтоб ты сдох посмотри он все равно бухает он бухать идет зачем его лечить он сдохнет скоро так или иначе но бивел эрдин вен здесь живут знатоки латыни видимо офигенные чувак может и не заметил но мы тут уже были даже квартира также расположена а нет это ли вы видели вы его он телепортнулся и у дите к коктейпш мопотова чтобы его задобрать а вот как это или мопотова используйте колесом бюки вверх или колесом бюки вниз чтобы найти коктейль молотом вот он что это такое знаете так в хоне пиромансеры фаерболы кастует ровно с такой же анимации с какой этот рахитос скидает бутылки самый прикол что есть невозможно рассчитать дальность броска на глаз ладно хорошо но если к чему не 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 придраться вообще это к чувствительности бюки в этой игре бюка здесь настроена вообще нормально или я убавился что-то не припомню а я заранее убавил я мобилку то настроил епте даже за это игра лайка не получит но мы отбили у них помойку давайте в ней пороемся а вы вы на люк смотрите слава богу слава богу а то мне кажется я прям вообще не понял цели этой войны автоза из а вот и секси шмекси американская ведущая новостей на которую которую хочется не слушать на которую хочется потеребонькать и это с татьяна кима инский нет это наша баба татьяна каменский татьяна кампинский кампинский как скажешь ох татьяна и сахи с канала сахи хорошо нарисовали понимаешь что к чему опяске тимпини а это мы опяску отжимаем опяску то надо у них братью не отжать угнетаемых и занимающий зитопедический режим а это наши новые танки на платформе армата это черные орлы смотрите а не то они девяносто первом году уже знали что у нас будут такие танки охереть о разведках генерал татарин так это вы чё генерал генерал а он узел моего сантехника второго точно буду ей вот уж кто бы мог сказать что советский союз отправить нью-йорк в будущее господи а нас тем не менее стало четверо мы сколотили каное из бочек и поддонов и плывем по реке стикс в главу загробный канализационный мир америка вот так себе да свою парашу представляет тут вот прям вообще смотрите у них там у реки реки с зеленой водой в которой срут американца вода от этого только чище становится и у них тут какие то еще и статуи видать стояли посреди канализации памятник первому сантехнику на свете итак этом это шконка сетчатые нары бутылка с коктейлей и молотами запасной разводной ключ вдруг этот все-таки сломается об чью-то голову ступени которые ведут в крипту где мы можем помолиться богам в интерфелла я просто не знаю что за что за мини сад у нас тут чтобы свежий воздух был точно свободная комната и видимо вот это наш штаб здесь есть это портянка и два комплекта американских флагов а это важно что флаг то должен быть обязательно вот этот уже видите не совсем американский он красно-желтый стал пора уже беленький повесить обзор карты ну мы видим что карту набросали в памяти на скорую руку и на ней заброшили заброшена и очи то и эпицейский участок то есть почта и полиция и эпицейский они уже тогда знали что у россии будут полицейские видите но а надо войти в локации и так мы я понял эта игра должна называться канализационные мстители мы наносим молниеносные неожиданные удары из канализации там где нас не ждут теперь меня одели в броника это жилетка такая жилетка у которой патронтажа на горбу в пришитые шикардос смотрите он четыре разъема под под обоим и один под дробовиком внизу разыскивается за 10 миллионов долларов это азиатская тёлка или она прищурилась но в принципе для этой игра нарисована симпотом можно 10 лямов да а за 10 тысяч долларов это видимо центы ноль-ноль видите как хитрожопые коммунисты пришли здесь и написали сумму кажется 10 миллионов потом приходишь а нет 10 тысяч и не долларов а рубасов чтобы говорить с пшедями полиция просит помощи у сантехников ну чё он меня отправляет взорвать танк суши ну вот давай нихуя я ногу оттопырил увидели эту позу в который сдох главный герой да не часто увидишь такое на shift ускоренного бега нету можно можно скачками прыгать ведь здесь работает снайпер я так понимаю значит давай подумаем к полицейские кто из нас больше военный вы вы полицейские которые стоите в водоперевернутого советского грузовика или я сантехник который вылез только что из люка берите друг уж пока цель чего не хотят чтобы я сделал бомбу надо кинуть им бомбу а может и нет а я вот так перелет ой ой а пофигу все бесплатно далее продолжается бомбардировка метрополитена да о да гол но теперь можно и штурмовать а я просто теперь минуточку стараюсь действовать профессионально многие критиковали мой мою игру в блэк-лист это мне что-то hotline майами уже напоминает что за хренатень происходит рестарт покации сколько здесь всего написано то есть каждый раз в этой игре даже ленчик point поставить она просто посылает тебя демонстративно нахер будешь бегать с начала уровня ганга господи также столько не было даже в хитмане так жестоко не было даже нигде ты объясни по-русски чё ты хочешь захвати немного взрывчатки и возвращайся к канализации станции метро сами блять вы заебали так делать меня кто убил то ёб твою мать мне как будто сука человек невидимка наху позади по загривку битый дал блин реально кто стреляет что стреляет к почему эти полицейские еще не убиты я что-то у них бронированных шкасок то не видел блин ой там магазин разводных ключей поэтому туда идет главный герой да конечно блять давай пиздеть да блять я поверить не могу в эту хуйню я не понимаю за что меня заказывают такими блять играми я не понимаю вообще почему людей которые ее сделали не повесили как военных сука преступников блин пошел пизду понял бум блять снайпер нахуй заебись а мне кажется потому что мне надо идти не вперед а возвращаться в канализацию вот в эту в свою родную но уже со взрывчаткой чтобы отомстить за смерть этих копов компаса в игре нет радара нет миникарты нет ничего нет ну ты дашь мне квест найдите пшк хорошо надеюсь я правильно понял ваш болгарский язык база повстанцев другая пока c почта войти в локацию так мы идем подрывать почту но я недавно рассказывал в одном в одном из видео не в размышлениях о том как я как у меня бомбила на почте поэтому сейчас взорвать почту милая он нарисовал свою дурацкой граффити видимо и позвал меня чтобы я посмотрел а вот и враги кину каим портвейна мимо вступаем в жаркую перестрелку с никчемными советскими солдатами в америке даже про водопроводчик круче чем весь наш спецназ вот так вот я всегда и думал и вот у нас новый автомат калашников какой-то зелененький тогда наверно 74 только появился так а это куда а это куда хоть какие-нибудь указатели бы повесили куда идти куда не идти никто не идет на шум стрельбы его здесь больше никого нет до пятого чтобы расположить заряд c4 дойдите к основании огромных топливных цистерна то не вот так себе до заправку америке представляет или где это заправка такая что вот цистерны прям не под землей а наверху стоят то есть она сейчас взорвется я не успею прыгнуть канализацию да мне кажется сейчас пол квартала снести должно на наше счастье канистры были пустые них ничего ни черта не было все миссия комплит и художник видал как рванула шикарная шикарной миссии шикарная игра я доволен так база ил станцев идем брать новый квест а теперь вернемся видимо в канализационный участок потому что новых аллокаций заданий мне не дали ну что ж ну я думаю тут перестрелка уже закончилась солдаты убежали смотреть что там взорвалась до ну видите да как трусливо советский пехотинец бросил пулемет и убежал при первых лобках теперь у меня отправляет подземный туннель теперь снайперы куда-то пропали зато в подземном переходе скучковалась куча русских не все русские знают инструкции что делать если на вас нападает сантехник с автоматом многие а многие предпочли игнорировать такого мудака пули летят куда угодно только я понял перекрестие прицел в этой игре это зона в которую гарантированно блять никогда не попадет пуля вот нахуй вообще никогда поэтому если хочешь попасть человека блять целься куда-нибудь другое место по возможности если попытайся прицелиться себе в голову блять ебать тут хоть пули то с правильного конца пистолета вылетают я просто не знаю человек человек в которого стрелял растворился в воздухе я копер а кооператив кооператив будущего и этот огромный генерал выпускает белого голубя мира в небо снова пытаются разыскать эту бабу за 10 тысяч какие-то советские плакаты ударная бригада вот на плакатах русский язык нормально описан про и счета в ссссм рф поймешь а и стоит какой-то рабочий пролетарий и и и смотрите и вот и вот здесь и вот здесь мы видим а тиреона ланнистера голову видите вот она нижняя потом мы видим какого-то негра а следующим идет тот кто делал перевод к этой игре он свои фотографии сюда вставил видите вот гражданин узбекистана и сайт call hso call.hso офигенно а бравый полицейский меня уже на этом конце ждет о блядь началась война хуярь вперед на врага кричат наши солдаты он он вернее один крикнул один и побежал у меня также друг в доте гангает я вижу что ко мне подкрадывается еще один незадачный вояка гасится от призыва а потом настрой как потом призывают экстренно они ни хрена не знают что делать а так я здоров а я вот вот и стал здоров потому что понятно так их много патронов мало они меня под за предлагают подойти к ним говорят иди сюда гаденыш да с такой точностью мне действительно пулей пулев не хватит ни хрена главный герой сам перезаряжает пистолет после каждого выстрела если я долго не стреляю он видимо боится что я забуду это сделать взрыв который произошел рядом со мной никаким хрена мне не повредил попробуй кай сжечь их уже какой-то хор детей поет поет эпические эпические мотивы трогательные потому что этот бой это просто просто вся суть войны заключается в этом сражении вся жестокость вся кровавая бессмысленность и мутность этой бойне просто я чувствую мне не хватает просто только очков 3d чтобы погрузиться окончательно в атмосферу бессмертных солдат советского союза которых я сейчас закидаю коктейлями ну посмотрим как они горят заживо аптечек у меня больше нет вообще ничего кроме коктейля молота больше нету попробую обойти схватить каких-нибудь патронов отдых тут много все живем вот вот это вот это шутан и экшен это я умею это я должен пройти лишь бы не стелс не дать не дать занять пулемет все все патроны господи что он с пустыми рожками воевать приходит хоп как и выхватила правда на повороте мне отстрелили не спал половину жопы вот эти в бронежилетах это конечно вообще благо что они тоже косы но до двоих жоп и это вас жёг сколько их осталось то еще один один он один я одна я один ты один или как там эти песни были сейчас мы с ним уладим это как настоящие ковбоя честном поединке он он внутрь ушел что покинул занимаемые позиции лично как снять ножик этот пулемет с щитком хочу чувствовать себя в безопасности так вон они стоят эти зеленые человечки надо как-то штурмовать надо штурмовать контр-страйк мне в помощь графика лагает все лагает хуй поймешь чего рестарт локации здравствуй . f9 f8 как там быстрый автосейв в древних играх в 9 8 все нету никакого автосейва зато можно включить гранаты которых у тебя нету на кнопочку f5 смотрите что значит 0 гранат если я вижу что у меня в руке граната это чё блин учебно-тренировочная или холостает это это макет гранаты дали 5 чтобы сантехник когда у их увидел узнал что это гранаты можно в кино не видела еще что в общем я не знаю что это блять за игра такая это полная полная вообще полная и за если бы если бы я купил себе такую диск с этой игрой в метро пришел домой вставил в компьютер мне кажется ночью я бы напал на этот ларек с коктейлем молотова и сжёг его нахрен благо что дух повстанчества повстанчества постанечу но вы поняли что вот этот вот дух игра вполне передает и способствует не знаю упадническим настроением не знаю короче трубу я шатал и нахрен это просто это нечто блять это нечто суперсложное 2 поставим в придачу hotline майами так что на этом после этого чудесного рестарта локации на этом все не забудьте нажать на какие-нибудь рекламки написать какие-нибудь комменты и вперед за сука за статую свободы я вам буду посылать смерть фаерболами суки ай блять я загорелся сам они 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 горят они но не перестают стрелять их убьешь они живут они живут и заебывают господи мне кажется русские солдаты горят только при тем при той температуре при которой прав от плавится сталь ёб твою медь коктейли молотовых хрен возьмешь чья тут жопа торчит из-за укрытия и даже интересно вообще хэдшоты в этой игре имеют какой-нибудь смысл почему врагов так много и может быть я иду не туда не знаю и вероятно никогда не узнаю потому что на этом действительно конец